Добрый день, зрители канала Марина Цветы! Вот и пришла долгожданная осень, и мы подводим итоги нашего урожая. Очень обидно, если в августе и в сентябре идет резкое снижение температуры, туманы, ночное похолодание, и ваши помидоры не дозревают. Такое время года является очень критическим для этого растения, прежде всего с угрозой грибковых заболеваний, это фитофтора. Может быть. И что же делать с такими бурыми помидорами, если идут проливные дожди, туманы, или если днем даже солнышко, а ночью уже достаточно прохладно. Я хочу вам показать свои секреты и рассказать, и посоветовать, что же сделать с такими помидорами. Прежде всего обратите внимание, если вы в конце августа-сентября уже покидаете свои дачи, свои усадьбы, и ваши помидоры могут остаться на грядке. Сразу хочу обратить внимание, дорогие друзья, на то, что бурые вот такие зеленые помидоры лично я вам уже не советую использовать в консервации, в солении и мариновании. Потому что в бурых помидорах находится солонин. И совсем недавно я сняла видео на канале Домашняя Чехсмарина, и здесь вам презентовала о том, как опасны для здоровья бурые незрелые помидоры. Мы иногда раньше консервировали, делали икру, солили такие помидоры. Даже в садике нам детям давали бурые помидоры. Но оказывается, медицинные врачи особое внимание обращают на то, что солонин достаточно опасен для здоровья, особенно для почек, для вас и вашей семьи. Поэтому давайте попробуем дозреть помидоры. Прежде всего, срывайте помидоры в такое уже время года, когда нет устойчивого тепла. Срывать лучше вот с такими ножками, для того хвостиками. И это будет как раз и способствовать тому, что помидор у вас сохранится и не загниет. И вот такие хвостики действительно дают дозревание. Берите коробки, картоны или пластмассовые ящики, расстилайте под низ или обои, или есть какая-то бумага у вас. Но, к сожалению, я вот тоже неправильно пользуюсь еще газетой по старинке. И сорванные бурые помидоры вместе с ножками, с хвостиками, а можно даже с веткой большой, со стеблем, разместить вот в такие ящики. И смешайте бурые помидоры с красными, будут выходить такие микроэлементы, вещества, бурых помидор, что наш красный помидор, что бурые помидоры будут дозревать. И можно сверху накрыть тоже бумагой. Если есть какие-то обои старые, ненужные, тоже можно накрыть. И не обязательно хранить на свету, совсем не обязательно. Вы можете занести в баню, в предбанник, на веранду, в какой-то коридор. Но там, где температура еще будет выше 10 градусов, очень хорошо положить в эти ящики яблоки. Яблоки также выделяют определенный газ, они обладают пектином. И именно он позволяет очень хорошо дозревать помидорам. Это будет очень хороший способ дозревания наших помидор. И потом вы периодически просматриваете ящики, доставаете вот такие красненькие помидоры и используете еще для салатов. Хочу обратить внимание, что если у вас сам по себе заявленный сорт крупный, крупный помидор, и вот такие маленькие зеленые бурые помидоры у вас уже не дозреют. А если помидоры сливка, черри, вы можете смело срывать. Даже самые маленькие помидоры, они у вас дозреют. А у крупных помидор, к сожалению, мелкие, скажем так, недоразвитые помидоры, маловероятно, что они дозреют и будут так долго у вас лежать в перемешку с теми помидорами, которые дозревают. Дорогие друзья, вот такой совет я на своем канале показала. Как я сейчас убрала помидоры, но прежде всего уже время готовить грядки на следующий год. И что делать с недозревшими бурыми помидорами. А что вы делаете, как используете бурые помидоры тоже на дозревание. Может быть у вас есть какие-то советы. Но пожалуйста, прислушайтесь к моим советам на двух каналах, Марина, цветы и домашний очаг с Мариной. О пользе помидор, прежде всего мы говорили с вами. И конечно о противопоказании. Особенно женщины возраста плюс, которые с таким трудом вырастили этот урожай. И потом вы можете вредить своему здоровью и здоровью своей семьи. Спасибо, что вы были со мной. Просматривайте плейлисты по тематикам. Впереди у нас осень и зима. И у вас есть достаточно время погулять по моему каналу. Задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!